Здравствуйте! Это еженедельная информационная программа «Стопкадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Сегодня увидите. Город ограничен в земельных участках под спорт. Стадион машиностроителей опять в центре внимания. Вернется ли он в собственность Петрозаводска? Этого ждут десятки тысяч горожан. Один из самых опасных городских перекрестков на улице Чапаева переоборудуют в рамках федеральной программы. Пройти по безопасному маршруту «Дом-школа-дом». Главное, что нужно помнить родителям накануне нового учебного года. Мы привезли профессиональные акварели, кисти и палитры для художественных школ. Как и где удобно, выгодно собрать ребенка в школу. Дадим совет. Ну а начинаем мы с последних новостей. Тревожные новости из Лахденпохского района. Там перевернулся автобус с учителями. За рулем был 67-летний водитель. Пятеро педагогов получили травмы различной степени тяжести. Всего же в салоне находились 13 работников или сенварской школы. О причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно лишь, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В Петрозаводске работники станции скорой медицинской помощи пригрозили забастовкой. Причина – низкие зарплаты и нехватка медиков. По данным СМИ, акция протеста начнется, если власти не выполнят требования врачей. Так медработники просят увеличить количество бригад, вернуть надбавку за стаж и работу в ночное время. А также повысить зарплату до средней по региону. То есть до 41 тысячи рублей. Для сравнения, сейчас зарплата фейшеров составляет 24 тысячи рублей, медсестры – 22 тысячи рублей, а водителя кареты скорой помощи – 18 тысяч. Медиков уже осудили. В общественном совете при Минздраве заявили, что профессия врача и забастовка несовместимы. Видимо, с нищенской зарплатой она совместима как никогда. Стадион «Машиностроитель» снова в центре внимания. На уровне городских властей опять заговорили о необходимости передать его Петрозаводску, тогда как сейчас он в частной собственности. Стадион «Машиностроитель» в одном из самых густонаселенных районов города – Октябрьском. Сотни домов, десятки тысяч человек и ни одного спортивного объекта. На протяжении нескольких лет народ неоднократно выходил на улицу с требованием открыть стадион для занятий спортом. Мы как жители очень хотим, чтобы все-таки здесь построили для нас современную спортивную площадку. Не только чтобы мы могли летом, осенью заниматься, но и зимой какой-то спортивный комплекс. Этот объект очень важен именно для развития молодежи, для их занятости, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Мы, конечно, хотим, чтобы был стадион. Работа велась не такая вот только, что мы ходили, а все дети, люди, взрослые, все-все-все. Сейчас аварийный стадион закрыт. Учитывая мнение жителей, понимая, что спортивное сооружение необходимо, владельцы предлагают городу весьма выгодный вариант – обменять стадион на такой же участок земли, только в другом районе. Об этом шла речь на рабочей встрече с депутатами Петросовета. От администрации мы ждем все-таки начала работы по обмену земельного участка на стадион «Машиностроитель». Сегодня заседание произошло у нас конструктивно. Мы понимаем, что депутаты Петросовета готовы и помогут в решении вопроса. Город получит на сегодняшний момент после обмена стадион плоскостным вооружением и сможет там проводить спортивные все мероприятия, которые с той стороны необходимы. Городу не придется покупать стадион, что для бюджета города Петросовского будет намного дешевле. Такие предложения владельцы стадиона направляют в мэрию города последние 4 года. И, наконец, их услышали. Ведь бюджет не потеряет ни копейки, а город обратно в собственность получит целый стадион. На мой взгляд, это выгодное предложение для города. Это в любом случае, на мой взгляд, менее болезненно, чем выкуп, где выкупается участок за конкретные денежные средства, поскольку мы знаем, что бюджет города дефицитный. С другой стороны, кроме того, что мы сохраняем спортивный объект достаточно в сложном районе Октябрьском, пересечении Соломиным, эта территория просто необходима для занятия спортом, мы при таком варианте, на сегодняшний момент, мне кажется, что мы двух зайцев убиваем. С одной стороны, и получаем землю под спортивный потенциальный объект в Октябрьском районе, и инвестор получает возможность построить там парк, парк культуры отдыха. На мой взгляд, это нормальный, такой хороший рабочий вариант. На рабочей встрече депутаты также напомнили, что в городе ситуация со спортивными объектами, мягко говоря, аховая. Юность вообще не имеет статус стадиона, а на «Спартак» больно смотреть. Я вчера с председателем Федерации футбола разговаривал, он говорит, сколько у нас в городе стадионов? Я говорю, ноль. И «Спартак» в принципе сегодня не соответствует, потому что он в аварийном состоянии. Что касается не в районе, а как общество. Да, и здесь в центре города у нас почти плоскостное сооружение, пустует уже лет 20, наверное, да, если даже не больше, то отказаться от этого, я думаю, совсем неправильно. Город ограничен в земельных участках под спорт. Да, и спортивных, и плоскостных сооружений в городе не так много, поэтому я считаю, что это нормальный рабочий вариант, который можно идти и двигаться. В итоге решили больше не откладывать этот вопрос в долгий ящик и поторопиться с оформлением необходимых документов. Но прежде провести встречу с главой Петрозаводска Ириной Мирошник. Нужно понять, что в необходимости воссоздания стадиона машиностроитель не сомневается уже никто. Ремонт дорог в Петрозаводске близится к завершению. Осталось всего несколько улиц. В этом году в общей сложности отремонтируют около 20 магистралей. Одновременно с этим в рамках федеральной программы в столице Карелии устанавливают новые светофоры. Перекресток улиц Чапаева и Чкалова считают едва ли не самым опасным и проблемным в Петрозаводске. Слишком много аварий и сбитых пешеходов. Ситуацию решили исправить в том числе с помощью федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Этот участок модернизируют. Введена в действие новая автодорога улица Сыктывкарская. Поэтому есть место притяжения перинатальный центр. В том числе через этот перекресток, через эти улицы подъездные пути проходят. Кроме того, напротив, жилой комплекс практически полностью уже введен в эксплуатацию. Так что трафик достаточно серьезный. И, собственно говоря, по согласованию с ГИБДД, одним из мест для обустройства был этот перекресток обозначен. Этот объект сложен тем, что здесь интенсивное движение, перепрофилирование дороги. То есть мы сделали разделительную полосу, разделили. Переоборудование островка безопасности у нас происходит. Ну и достаточно большое количество светофорных самих точек. Плюс сложности в том, что много контактных сетей троллейбусного управления и переход осуществляется только в ночное время. На переоборудование этого перекрестка потратят около 3 миллионов рублей. Работы планируют завершить до начала учебного года, что особенно важно. Мы готовимся к новому учебному году. В Петрозаводск возвращаются дети. И они отвыкли от такого насыщенного движения. И, безусловно, усиление безопасности – это один из критериев нормального проживания, комфортного проживания в городе. Всего же в рамках федеральной программы вместе с отремонтированными дорогами в городе появится 4 новых светофора. Уже 2 сентября в школы Петрозаводска отправятся больше 30 тысяч учащихся. И уже по традиции в этот период много говорят о безопасности детей на дорогах. Шутка ли только в прошлом учебном году в ДТП пострадали 78 детей. Четверо погибли. Традиционно Госавтоинспекция Карелии обращается ко всем родителям о необходимости повторить основы дорожной безопасности с ребенком, пройти по безопасному маршруту «Дом-школа-дом». Итак, берете ребенка за руку, выходите из подъезда и, начиная уже в этот момент, начинаете рассказывать об основах дорожной безопасности. Необходимо рассказывать детям о том, где и как правильно, безопасно, самое главное – переходить дорогу. Подходя к пешеходному переходу, разъясните, что это за место, почему именно здесь для пешеходов важно, убедившись в безопасности, переходить в проезжую часть. Такие световозвращающие элементы необходимо прикрепить на портфель ребенка, либо в виде полосок закрепить по периметру на одежде детей. Световозвращающие элементы в вечернее время помогут сделать ребенка заметнее на дороге, и водитель при случае опасности, при необходимости, примет все меры для торможения и вовремя остановит свой автомобиль. Подарок городу к первому сентября специалисты администрации города объяснили, почему клумбу с цветами на площади Гагарина обустроили под конец сезона. По их мнению, самый центр столицы Карелии должен выглядеть опрятно. На площади Гагарина опять перемены. На месте скандального Биг Бена появилась современная клумба с цветами. Ее заказывали за пределами Карелии, обошлась она в полтора миллиона рублей. Деньги выделили в рамках программы празднования столетия республики. С народом проект клумбы не согласовывали, она уже нравится далеко не всем. Однако митингов протеста здесь пока не наблюдается. Посмотрим, как приживется эта композиция. Тем более, если что, она конструктор и может принимать другие формы. Мы провели работы по демонтажу фундамента, по восстановлению брусчатки. И вот в клумбу как раз приехала цветочница, модульная цветочница. Высаживает цветы комбинат благоустройства из тех цветочной рассады, которая есть у нас в городе. И высаживаются разные и петуния, и тагетис, и бегония, для того, чтобы создать все-таки здесь такое красивое, яркое место. Думаю, что еще месяца два клумба порадует, потому что люди говорят, что зачем так уже под конец сезона. Но все-таки мы считаем, что она еще может и как раз первому сентября порадовать горожан. Напомним, последние лет 15 площадь Гагарина была словно заколдована. На ней устанавливали оленя, но он там почему-то не прижился. Какое-то время она пустовала, но потом здесь появился Биг Бен, наделавший столько шума. Его должны были снести еще в 2015 году, но решение суда исполнили только прошедшей зимой. И вот теперь новый виток в жизни площади Гагарина – цветочная клумба. Говорят, в следующем году здесь заменят еще и брусчатку. Собрать ребенка в школу – дело накладное и крайне неудобное. По словам родителей, редко найдешь такой магазин, где можно в одном месте купить все необходимое. А мы нашли. Школьный базар в гипермаркете «Сигма» проводится ежегодно, и к этому все давно привыкли. Многие горожане, даже живущие в других районах Петрозаводска, за покупками приезжают именно сюда. Все потому, что здесь канцелярские товары для всех – от учащихся младших классов до студентов. На прилавках лидирующие российские и мировые бренды. Есть и специализированная продукция, например, ортопедические рюкзаки, которые защитят ребенка от боли в спине. Ну и, конечно, обучающая литература, художественная, хрестоматии. Кроме того, в этом году посетителей школьного базара ждет сюрприз. Мы привезли профессиональные акварели, кисти и палитры для художественных школ. Это для ребят, которые профессионально занимаются именно художественным искусством и планируют связать свою судьбу именно с этим в будущем. Ну, кроме канцелярских товаров, в школьном базаре у нас участвует также и весь остальной ассортимент, который нужен и необходим в школе. Это детская обувь, сменка, это школьные блузки, юбки, брюки для ребят. Вот за всем этим мы хотим пригласить наших покупателей и с удовольствием их будем ждать. Ну, а теперь коротко о других, не менее интересных новостях. Не переключайтесь. Жесткое ДТП на пересечении улиц Пробная и Коммунистов. Участники – автомобиль Шкода и отечественная Газель. От столкновения фургон только чудом не опрокинулся. Момент ДТП зафиксировали камеры уличного наблюдения. Карельские ученые предложили проверять дороги георадаром и составлять карты наиболее опасных участков. Проверять трассы вглубь придумали сотрудники карельского филиала Академии наук. По мнению экспертов, если вовремя заметить проблемные места на глубине, разрушенные трубы или провалы грунта, можно грамотно скорректировать ход дорожного ремонта. И проблем с полотном в дальнейшем будет гораздо меньше. Почему до этого не додумались раньше, неизвестно. Случись так десятки лет назад, сколько дорог удалось бы сохранить в идеальном состоянии и не размазывать асфальт тонким слоем каждую весну. Быть может, и самого понятия «ямочный ремонт» не существовало бы вовсе. Пока все. Это была программа СтопКадр на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Есть любопытная информация. Наш телефон 592050. Сайт «ТНТ-Дефис-Онега.ру». Заходите также в нашу группу ВКонтакте, присылайте фото, видео, становитесь соавторами проекта. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова